Доброе бодрое утро! Держать руку на пульсе событий, конечно, очень сильно важно, но мы настоятельно рекомендуем вам начинать день с хороших новостей. В студии Роман Дубровин и Евгения Калугина. Мы приготовили для вас очень много всего интересного. Давайте приступим. И вначале заглянем в календарь. Ежегодно 22 марта отмечается День водных ресурсов. Хотя 70% земной поверхности покрыто водой, 97,5% это соленая вода. Из оставшихся 2,5% пресной воды почти 68,7% замерзшая вода ледяных шапок и ледников. Только 1% от общего объема водных ресурсов планеты доступен для использования человека. На сегодняшний день более 663 миллионов человек не имеют источников питьевой воды вблизи мест проживания, а 2,2 миллиарда человек не имеют доступа к безопасной воде. Я хочу поздравить всех с этим праздником, потому что, как известно, мы в большей своей части состоим из воды, поэтому всех с праздником. Да, я хочу заметить, что у нас в Ангарске очень чистая вода. Огромное спасибо нашему Ангарскому водоканалу за то, что он делает действительно качественно свою работу. И я могу похвастаться своим московским друзьям, что я спокойно открываю кран, холодную водичку и пью из-под крана. Идеально? Идеально. Ну и при этом, глядя на свои счетчики, я в принципе не без... Доволим. Да, нормально, все хорошо. Счетчики достаточно экономят мои денежные средства. А я сейчас расскажу вам об очень интересном празднике. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Семен Семенович. Да. Наши люди в булочную на такси не ездят. Угу, угу. 22 марта таксисты всего мира отмечают свой профессиональный день. Международный день таксиста. Именно в этот день, в 1907 году, на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Первые лондонские автомобили такси были зеленого и красного цвета. Желтый цвет, который мы считаем традиционным для этих машин, появился с легкой руки предприимчивым американцам, который перекрашивал подержанные машины в желтый цвет и использовал их в качестве такси. Естественно, такие яркие автомобили было легко заметить на улицах города. Позже практику перекрашивать такси в желтый цвет взяли за правило почти все подобные компании. А желтый стал классическим цветом такси для всего мира. Такси, такси. Слушай, ну вообще это очень загадочная профессия для меня. Мне очень она интересна. По той причине, что в такси работают люди и творческие, и писатели. Я встречала там и певцов, и актеров, и людей, занимающимся каким-то трудом. Бизнесом. Обязательно. Ну слушай, я скажу так, в такси работают все. И это действительно труд, это очень серьезная работа. Я хочу поздравить всех, кто относится к данной профессии. Огромное вам спасибо за качественный сервис, который с каждым днем становится все лучше и лучше. С праздником, товарищи. С праздником. И еще одна новость сегодняшнего дня. 22 марта 1874 года, 148 лет назад, впервые проведена игра в большой теннис на площадках клуба по крикету и бейсболу в Нью-Йорке. Буквально за месяц до этого события был запатентован корт как площадка для этой игры. Название теннис произошло от французского глагола «держать». Умеешь играть в теннис? Да, я умею играть в теннис. Я даже в период какой-то занимался теннисом, ходил. Это же очень красивый вид спорта. А я вот только мечтаю. Мне очень сильно нравится большой теннис, но я так и не нашла. Обязательно сходи. И я призываю всех зрителей поиграть в теннис. Это очень круто, задорно и весело. Составишь мне компанию. Обязательно. Кстати, ты в курсе, что сегодня еще праздник, который называется «День чувствования себя молодым». Представляешь? Вот ты как этого добиваешься, хотя ты еще молодая. Вот у меня есть товарищ, которому уже 56 лет. Он выглядит невероятно молодо. И я спрашиваю, как тебе это удается? Он говорит, все просто. Я занимаюсь спортом. Желательно кушаю полезную пищу. И все. Ну, ему нисколько не дашь 56 лет. Движение – это жизнь. Да, действительно. А у тебя есть такое, что ты чувствуешь себя на 17 лет? Я всегда себя так чувствую. Сейчас даже? Всегда. Да, согласен. Вот я все-таки за то, что ваш возраст – это всего лишь цифра в паспорте. И то, насколько лет вы себя ощущаете – это только ваше право. Ты согласна? Да. А что у нас дальше? А еще сегодня день валяния дурака. Считаю, что это прям однозначно мой праздник. Я специально даже езжу на репетиции в театр, чтобы хорошенько там повалять дурака. Ну, слушай, это приятный праздник. Все мы любим иногда повалять дурака. А если вы не из этих людей, то поваляйте. Именно сегодня можно. Пока никто не видит. Да. Если вдруг ваши близкие спросят, что с тобой происходит, Галина, вы скажите им, что сегодня день валяния дурака и сегодня можно. В новом дне, так сказали. А далее нашу программу продолжит добрая, но при этом более серьезная информация. Новости. Свой профессиональный праздник 19 марта отметили моряки-подводники. Ангарск не стал исключением. Несколько десятков ветеранов ВМФ собрались у памятника военным морякам, чтобы отпраздновать 116-ю годовщину со дня основания подводного флота России. Большинство участников ветеранской организации несли службу в рассвет военного судостроения в СССР. Некоторым довелось в числе первых плавать на суднах, конструкция которых легла в основу современных военных разработок. Какие учебные заведения есть в Ангарске и какие специальности можно получить, не покидая город? Этот и многие другие вопросы изучали участники интеллектуального квиза, который организовал отдел по молодежной политике округа. Викторина объединила около 600 старшеклассников. Всего собралось 37 команд. Центральной темой интеллектуальной викторины стали колледжи и техникумы города и повышение интереса к ним со стороны выпускников. С любовью к России. В Ангарске состоялся конкурс чтецов среди ветеранов. ДК «Современник» традиционно стал местом встречи для любителей поэзии. Стихи звучали разные, как известных авторов, так и самих ангарчан. Наша задача этого фестиваля, чтобы как можно больше привлечь людей такого серебряного возраста. И мы очень рады, что на базе «Современника» вот в такой красоте сегодня мы проведем, вы знаете, мы даже его конкурсом не называем. Мы благодарим каждого, потому что каждый чтец, он настолько любит поэзию и хотят выступать. Организатор творческого состязания – ветеранское движение округа. Эксперты признаются, что с каждым годом число участников растет, а вместе с ним и качество исполнения. Поэтому лучших выбирать сложно. Чтецы, которые набрали наибольшее количество баллов, будут выступать на городском этапе. Остров Ольхон – лидер по количеству туристов. Он возглавил перечень самых посещаемых объектов Прибайкальского нацпарка по итогам 2021 года. На Ольхоне побывали почти 66 тысяч человек. На втором месте – Большая Байкальская тропа. Этот маршрут привлек более 18 тысяч гостей. На третьем – Сухое озеро. Ценители природы выбирали это место более 10 тысяч раз. Жень, скажи, с чем у тебя ассоциируется вообще ремонт? Ой, я страшно боюсь. И ассоциируется с тем, что мне нужно его делать. Ему уже лет 10-12. Ты 10 лет думаешь делать или не делать? Нет, я вот сейчас думаю, что уже точно пришла пора. Но боюсь. Боишься? Ну, это, так сказать, понятно, почему ты боишься. Потому что действительно ремонт – это, на мой взгляд, сложно. Вот у меня были определенные периоды в жизни, когда я занимался сам ремонтом. Не делал их, да. Нас облучали. Это не так просто, как кажется. Вот. А когда я попробовал впервые поклеить обои, ох. На первый взгляд кажется, что тут такого вообще? Ну, умаялись тогда нормально. Я вообще считаю, что нужно, конечно, при ремонте обращаться к профессионалам, если ты не умеешь, да. Но мне почему-то кажется, что это гипердорого. Давай все-таки уточним у специалиста, который уже сидит у нас в гостях. Ее зовут Дарья. Она дизайнер и придумывает ремонты для наших потребителей. Да, здравствуйте. Меня зовут Дарья. Я занимаюсь дизайнами уже более двух лет. Прошла всю эту школу, так сказать, на себе. Потому что мы точно так же с мужем были новичками в этом деле. И прошли, так сказать, все круги ада, да, от начала до конца. И сейчас ремонты – это наша жизнь. Нам это очень нравится. И поверьте, входить в стадию ремонта – это я называю как новая волна в жизни. Потому что меняется все вокруг. И наш дом, он очень важен, да, где мы живем. И все-таки нужно уделять на это особое свое внимание, деньги, время. И не бояться совершенно. Я согласна, что дом влияет на нас. Там, где мы живем, на нас очень сильнее. Так все-таки, Дарья, возвращаясь к моей подводочке, скажите, ремонт – это дорого или нет? Да, существует такой миф, что ремонт – это дорого. Но я хочу сказать, что тут самое главное – понять, что ты хочешь от ремонта. Конечно, мы видим красивые картинки. Нам кажется, сейчас мы начнем, это стоит несколько миллионов. Но на самом деле можно сделать бюджетно, но очень достойно. А в этом я и помогаю своим заказчикам. Почему? Потому что я знаю, какие материалы более выгодные, да, где можно сэкономить, где можно добавить шиколоска, да, там, скажем, богатства. Но в то же время, чтобы это не было тоже там помпезно, дорого. Я помогаю, конечно, сэкономить бюджет. И заказчики, конечно, благодарят меня, потому что сами бы они точно бы не справились. Да, опыт тут нужен. Скажите, а как вы придумаете дизайн, допустим, в квартире? С чем вдохновляетесь? Откуда берете идеи? Самое главное, что должен делать дизайнер, считаю, да, любой в своей профессии, это быть психологом. То есть нужно четко понимать личность человека, для чего он хочет этот ремонт, да, чем он занимается, его хобби, что он любит, какие цвета. То есть это все складывается в единую картинку, в единый образ. И только после вот этого всего приличной встречи, телефонной диалоги, да, только после этого я начинаю складывать в голове пазлы, да, предлагать какую-то концепцию, цвета. Ну и, конечно же, да, самое главное, это бюджет. Потому что я намечтать могу ого-го, да, но все мы понимаем, что все мы люди и хочется где-то сэкономить, поэтому, собственно, и приходят за этим ко мне, чтобы сделать красиво и в то же время не так затратно. Существует ли какая-то, допустим, стартовая сумма? К примеру, я скажу, Даш, у меня есть 300 тысяч, я хочу генремонт, вот в Пинтересте картинку нашел, ты мне скажешь, ну, Ром, ну, 300 недостаточно. Вот есть ли какая-то вот стартовая сумма, с которой можно уже рассматривать красивый ремонт в однокомнатной квартире? Давайте начнем. Да, смотрите, цены, конечно же, растут, но стартовая сумма, я скажу так, что на чем нельзя точно сэкономить? Вот совершенно точно это электрика, да, конечно же, это сантехника, и я считаю, что стены должны быть идеально ровные. Многие вот забывают про этот момент, сделали электрику, сантехнику, что-то там замазали, наклеили это обои, и все это на просвет видно. То есть, ну, это некачественно. Я считаю, что самое главное, это ровные базовые стены, они могут быть белые даже, да, электрика и сантехника, вот это вот три вещи, прям базы. Но сэкономить можно, конечно же, потом уже в процессе где-то на обоях, да, где-то на покраске, где-то с потолками. Так все-таки с какой суммы можно? С какой суммы будем начинать, да? Ну, смотрите, минимальная сумма, да, на такие вот черновые работы, отшпаклевать, электрика, сантехника, минимум нужно начать с 500 тысяч. Ну, это самый минимум, с которым вот сейчас нужно выходить. Если квартира под ноль, да, скажем так, многие же делают ремонт по комнатам, все равно боятся, мы здесь живем, мы не будем дышать пылью, да, как многие боятся. И поэтому делают по частям, то есть переходят от зон, и поэтому, ну, 500 тысяч, в принципе, для начала можно начать работать. Сколько, как правило, длится ремонт? Смотрите, тут все зависит от квадратных метров. Если делать быстро, то... Давайте однушку возьмем. Однушку, хорошо. 39 квадратов. Хорошо, давайте. 18 микрорайон. Минимум 4 месяца. 4 месяца. Да, с учетом заказа мебели, да, с учетом того, что ее изготавливают, все-таки под ключ можно сделать за 4 месяца. Ну, скажу вам по секрету, мы свою квартиру 75,5 квадратных метров сделали за 3,5 месяца под ключ и заехали, потому что я была в положении. Нам никто не верил, но... Это очень быстро. Да, мы успели. В общем, если вы засиделись и вы хотите новой жизни, какой-то новой волны в своей жизни, то не бойтесь, делайте ремонт, обращайтесь к специалистам, которые уже на своем опыте знают, что нужно, что не нужно. Ремонт – это реально весело, а на самом деле это тот процесс, который вас, наоборот, сблизит, потому что вы вместе будете смотреть в одну сторону, в ваше общее будущее, будете, так сказать, видеть новое гнездышко для вас, это будут новые эмоции. И я всегда очень радуюсь за заказчиков, когда они заезжают в новую квартиру, и у них такие довольные, веселые лица, ну, правда, и брак становится еще крепче после ремонта вместе, чтобы они все это пережили, так сказать, все равно. Дарья, спасибо вам огромное за эти советы. Я уверен, что люди будут продолжать делать ремонт дальше, потому что есть дизайнеры, люди, которые подскажут, и действительно, оказывается, можно заходить в квартиру и чувствовать себя классно. Как дома. Сегодня у нас второй день весенних каникул. Ты выдохнула. Я очень этому рада, да. Как мама. Завершилась самая длинная четверть году. Возможность перевести дух родителям, мамам, папам и всем-всем-всем. Согласно опросу в ЦИОМ, россияне в школьном учителе ценят в первую очередь образованность, любовь, доброжелательность к детям. Это вот самое главное. 15% опрошенных считает, что учитель – это призвание. Однозначно. 15%? Да. В числе наиболее ценных качеств школьного учителя также называют терпение, порядочность и умение доступно объяснять материал. Да. Терпение огромное. Очень-очень много терпения. Спасибо вам, учителя, дорогие, за ваше безграничное терпение. Вспоминаю, какой я был в школе, думаю, как же сложно быть учителем. Действительно, это призвание, и вы делаете большой труд. Огромное спасибо всем учителям. Доброе утро. Новый день за окном и в ваших телевизорах. Рома, скажи, сколько ты времени тратишь на сборы утром? Да, немного. Я могу проснуться, чтобы ты понимала, в 9.30, а в 9.50 уже быть на встрече с собранным, и все в порядке, будет еще позавтракать. Ну, с девушками так не работает. Нам, конечно, надо намного больше времени на сборы, и тут спасают просто продумывание своего образа наперед, и встать пораньше, чтобы все успеть. Да. Но у нас есть кое-какие лайфхаки. Какие же лайфхаки? Да, сейчас мы их покажем. Смотрим шпильки. Каждая девушка знает, что за лицом нужно ухаживать. Как минимум, все мы его каждый день очищаем. А делаем ли мы это правильно? А что еще нужно делать? Сегодня мы проанализировали для вас 13 самых распространенных ошибок при уходе за лицом. Давайте же разбираться. Ошибка номер один – не учитывать свой тип кожи при подборе косметических средств для лица. Мы уже говорили об этом в ролике про вредные привычки, но в этом контексте хотим еще раз подчеркнуть, что любой уход должен начинаться с того, что вам надо разобраться, какой у вас тип кожи, и уже исходя из этого подбирать себе косметические средства. Ошибка номер два – мало увлажнения. Если вы видите на лице шелушение или стянутость, ощущаете, что ваша кожа стала более сухой, это прямые сигналы о том, что лицу не хватает дополнительного увлажнения. Ни в коем случае не игнорируйте такие явления и дополнительно увлажняйте кожу там, где появляются пересушенные участки. Ошибка номер три – не уделять внимания питанию. Состояние кожи напрямую зависит от вашего питания, особенно для тех, у кого проблемная кожа. Если вы увлекаетесь фастфудом, едите чипсы, запивая их газировкой, скажите «привет» очередным высыпаниям. Ошибка номер четыре – несоблюдение водного баланса. Каждый день необходимо выпивать свою суточную норму чистой минеральной воды. Если этого не делать, то ваша кожа не будет получать нужного увлажнения, которое должно исходить в первую очередь изнутри, и уже только потом с помощью косметических средств. Ошибка номер пять – выдавливание прыщей. Здесь без комментариев. Более подробно мы рассказывали об этом в видео о прыщах. Ошибка номер шесть – игнорирование антивозрастной косметики. Подбирая себе косметику, обязательно учитывайте свой возраст. Ошибка номер семь – слишком горячая вода. Всегда следите за температурой воды, касающейся вашего лица. Она ни в коем случае не должна быть горячей. Умывайтесь либо прохладной водой, либо комнатной температуры. Ошибка номер восемь – плохое очищение спонжей и кистей. Не забывайте о том, что спонжи необходимо мыть после каждого использования, а кисти – один раз в неделю. И хранить инструменты для макияжа нужно в косметичке. Ошибка номер девять – не ухаживать за зоной вокруг глаз. Кожа вокруг глаз очень тонкая и нежная. Ей необходим отдельный уход и специальная косметика. Ошибка номер десять – игнорирование тоника. Очищающая косметика ощелачивает поверхность кожи, а это и опасно для здоровья клеток, и мешает проникновению крема в эпидермис. Тоник же придуман для того, чтобы восстанавливать кислотный баланс. При этом он сужает поры и способствует впитыванию косметики. Если вы игнорируете тонизирующие средства, эффективность дальнейшего ухода снижается минимум на тридцать процентов. Ошибка номер одиннадцать – слишком много всего. переизбыток уходовых средств так же вреден, как их полное отсутствие. Ошибка номер двенадцать – плохой демакияж. Макияж необходимо тщательно удалять специальными средствами. Вода и мыло не подходят. Ошибка номер тринадцать – плохое очищение. Даже если вы не используете декоративную косметику, даже если вы только что проснулись и считаете, что после сна кожу достаточно просто сполоснуть, выкиньте эти мысли из головы. Утреннее и вечернее тщательное очищение лица специальными средствами – это обязательный пункт каждодневного ухода. Любите себя, ухаживайте за собой и помните – вы прекрасны, а мы только помогаем подчеркнуть вашу естественную красоту. А далее – истории со всего мира. Праздничный стол подготовили для слонов в Таиланде. Животных угощают бананами, ананасами и другими тропическими фруктами и плодами. Происходит застолье ежегодно. На этот раз для трапезы приготовили две тонны фруктов. Они выложены на стол диаметром 8 метров. Слоны – национальная гордость Таиланда. С этими животными тесно связаны история и культура страны. Когда-то они помогали воинам и служили королям. Их также использовали на лесозаготовках, но сейчас в Таиланде это запрещено. Владельцы слонов говорят, что их питомцы всегда рады видеть людей и общаться с ними. День слона в Таиланде отмечают уже 24 года подряд. Какой давний уже праздник. Ты каталась на слонах? На слонах не каталась, но я очень люблю этих животных. Это одни из моих самых любимых животных. Это потрясающие животные, скажу, с позиции человека, который сидел на слоне, кормил его. Да, они очень добрые, они любят людей, они ласквые, они невероятно умные. А в Таиланде даже есть цирка, где слоны танцуют, они там разные трюки выполняют. Есть слон, который танцует танец о Пагангенске, да. Я думаю, что можно, если постараться найти это в интернете, поэтому я за слонов и рад, что у этих созданий есть свой праздник. А у меня следующая интересная новость. Эйфелева башня выросла на 6 метров и составляет 330 метров. Этому способствовала установка новой радиоантенны. Конструкцию весом 350 килограммов подняли с помощью вертолета. Вся операция заняла 15 минут. А вот готовились к ней почти год. Установка обошлась в миллион евро. Эйфелева башня была построена в 1889 году. Изначально ее задумали как временное сооружение для Парижской Всемирной выставки. Через 20 лет башню должны были демонтировать, но оставили для военных целей. А потом она уже стала одним из символов Парижа. Я должна кое в чем признаться. Однажды я выронила целую горсть монет просто вниз с этой Эйфелевой башни. Простите меня, люди, если кто-то там шел внизу, но я так думаю, это к тому, что обязательно туда вернусь. Да и не раз. Что за монеты ты выронила? Местные или наши российские? Это были евро. А, выронила. Так что точно вернусь. Представляю, что человек такой шел под этой башней. Я надеюсь, надеюсь, что никто не шел. Потому что надеюсь, потому что, наверное, это было больновато. Напоминаю, и мне так неловко. Вы представляете, мужчина протащил 180-тонный поезд. Сдвинул он его буквально на несколько десятков сантиметров. Пока только проба сил. В ближайших планах усиленные тренировки. В будущем силач надеется побить рекорд Гиннеса. В ноябре прошлого года его установил спортсмен из Челябинской области Дмитрия Лактионов. Он на 6 метров протащил железнодорожный состав из 9 вагонов весом 410 тонн. На это ушло меньше минуты. Жень, ты когда-нибудь встречала таких мужчин лично? Нет, наверное. Хотя, может быть, они сами не знают, что они такие. Не пробовали. Да, силовой экстрим это действительно очень интересно. Это завораживает. Ты в эти моменты смотришь и думаешь, оказывается, предела-то нет. Точно. Нет предела. И ты можешь двигать что угодно. Не удивлюсь, если в скором времени мы будем двигать здания. Силой мыслей. Почему нет? Еще раз в окончании программы призываю вас начинать день с хороших новостей и с позитива. Ведь как встречишь день, так его и проведешь. А с вами была программа Новый день. И будет с вами завтра. До скорой встречи. Пока. Пока-пока. Гороскоп на 22 марта. Овен. Появится ясное представление своих собственных планов и подходов. Это подходящее время, чтобы сообщить о своих целях и намерениях. Телец. Этим утром вы проявите свои потрясающие интеллектуальные способности в обстоятельных обсуждениях и углубленных беседах. Близнецы. Можно покомандовать близкими, но большая часть нагрузки все же ляжет на ваши плечи. День хорошо провести ближе к природе, например, на даче. Рак. Вы проявите интерес к приключениям и будете искать сложности, которые бы испытали вас самыми разными способами. Лев. В этот день вы осознаете, что уже не хотите реализовывать свои мечты. Может появиться страх что-то отпустить и довериться своим амбициям. Дева. Вам будет нравиться все практичное и удобное, вплоть до мельчайших деталей. Духовные дела, не обязательно религиозные, будут вдохновлять на новые идеи. Весы. Ваша судьба подвергнется трансформации, даже если вы не склонны обращать внимание на фоновые события и перестановки в привычных схемах контактов. Скорпион. Вы без труда сможете донести свои мысли и идеи до окружающих. Вам понравится все обдумывать и взвешивать. Стрелец. Появится возможность провести время с друзьями и проявить свою признательность по отношению к близким людям. Козерог. Чувство долга и ответственности, которым вы обладаете, может заставить вас забыть о своих настоящих идеалах, о том, о чем вы мечтали. Водолей. В этот день вы будете очень общительны. Вы всегда сможете ясно выразить свои мысли, проанализировать их или объяснить ситуацию для себя и остальных. Рыбы. Воспоминания и не сбывшиеся мечты могут обострить неудовлетворенность. Имеет смысл сконцентрироваться на текущих делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин